МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ему было за 80, но казалось, что возраст над ним невластен. Никаких болезней, обид, уныния и упадка сил. Я не стал пенсионером. Лужков управлял Москвой 18 лет. И казалось, что у него всегда хорошее настроение и редкая бодрость духа. Москва, стая, тала-тала-тала! Видно было, что человек настолько такой, знаете, с амортизацией, такой как бы подпрыгивающий. То есть вот поток энергии его прямо пёр по жизни. Но он пережил немало потрясений, способных свалить и уничтожить другого человека. Москва, 12 декабря 2019 года. Возле гроба Лужкова в тот день было много звёзд. Он дружил с людьми искусства и шоу-бизнеса, искренне уважал их таланты. Слово взяла Надежда Бабкина. Бесконечная вам благодарность за то, что вы были удивительным руководителем с человеческим лицом. Вы любили людей и думали о жизни огромного мегаполиса Москвы. На прощении с ним Надежда Георгиевна всё время думала о том, что бывший мэр совершил ошибку, когда доверил своё здоровье заграничным специалистам. Я считаю, что это колоссальная глупость. Я, например, склоняюсь к своим. У нас врачи прекрасные. Своё здоровье европейским врачам Лужков доверил ещё в 90-е годы, когда наша медицина была в полном упадке. Я всё время спрашиваю врачей, почему наши больные боятся делать операции здесь? Ведь есть уникальные хирурги. Фантастические. Спрашиваю, а сам знаю ответ. Да, хирург сделает гениальную операцию. А хорошенькая сестричка не отрегулирует капельницу. А то ещё дядя Вася с утреннего бодуна забудет зарядить кислородный баллон. Вот и весь расклад. Казалось бы, несравненные вещи. Вырастить хирурга или наладить систему. А вот не можем. Не поддаётся. В своё время на Лужкова очень подействовала смерть друга, любимого всей страной клоуна Юрия Никулина. На его юбилее мэр танцевал со сломанной ногой. А нам всё равно, а нам всё равно, Пусть боимся мы только с тобой. Дело есть у нас самый жуткий час. Мы с Никулиным возим, подойдём. В 1997-м Никулин лёг в больницу на несложную манипуляцию – коронография. Никулин лёг играючи, не знал, что эта операция чревата концом. Врачи боролись за жизнь Никулина больше двух недель. Но спасти его не смогли. По слухам врачей той же клиники, они сами же говорили, что было много сделано ошибок. С той поры Лужков летал для всех медицинских манипуляций в Европу. Так поступил он и в декабре 2019-го года. Он в больницу приехал своими ногами на плановое мероприятие. Прощаясь с ним, многие говорили о том, в какое страшное для России время он стал главой Москвы. Мы все были, все знали, работали в тот момент и видели, в каком состоянии находилась Москва. Это было просто страшно. Хотелось бежать из неё. В июне 92-го года ушёл в отставку столичный мэр Гавриил Попов. В его близком кругу говорили, испугался реформ Гайдара, боялся, что разгневанный народ будет вешать начальство на столбах. Время полной разрухи. В стране полной разрухи в городе. Это время галлопирующей инфляции. Ещё вчера безработица считалась язвой загнивающего Запада. А сегодня в каждой семье появились люди, которые были просто выброшены на обочину жизни и не знали, что будет завтра. Предприятия многие встали, не производили никакой продукции, следовательно, не выплачивали заработную плату. Казалось, что из Москвы уехали все дворники. Плохо освещенные улицы выглядели просто ужасно. Боже метро были огромные, горы мусора, много живностей различных, диких собак. Юрий Михайлович не испугал ни этот кризис, ни вот эти полки, понимаете, пустые. Юрий Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Отец плотник, мама рабочая на заводе. Детство он провел у бабушки в Конотопе на Украине и в столицу вернулся только к старшим классам. Он жил в чисто пролетарском районе, Тишинка. Известный рынок такой, легендарный, так сказать. После школы Юрий поступил в Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, который в 50-е стали называть керосинкой. Но поначалу учился неважно. В первые годы у меня были годами не интереса к учебе, а интереса к тому, чтобы получать не ниже троек на экзамен. Лужков закончил керосинку в 58-м, и его группа встречалась потом дважды в год. И все вспоминали, как из строечника и гуляки он превратился к концу второго курса в отличника и стал гордостью вуза. Принял для себя решение. Все эти полтора года самому снова пройти. А потом учиться по-настоящему. После института его взяли младшим научным сотрудником в НИИ «Пластмасс». И к началу 80-х он дорос до поста гендиректора НПО «Химавтоматика». А потом начальнику управления Министерства химической промышленности. И там его приметил первый секретарь Московского городского комитета КПСС Борис Ельцин, который взбудоражил столицу принципиально новыми методами работы. Потеряли чувство собственного достоинства. Мы не потеряли, а затоптали его. Ельцин назначил Лужкова первым заместителем председателя Мосгородсполкома и будущий мэр Москвы занялся снабжением огромного города. Перед развалом Советской империи люди озверели от стояния в очередях и охоты за провиантом. Я помню, Елисевский магазин, и на этих лотках знаменитого Елисевского магазина была одна селедка. И хорошо, если она там даже была. В 88-м году вышел закон о свободе торговли. Он помог людям выжить. Но даже центр Москвы превратился в огромную страшную барахолку. В Тверской торговали всякой продукцией. Колбасой, луком, редькой, помидорами. И это на таких деревянных ящиках. И ночью, когда торговля прекращалась, эти ящики жгли. И представляете, вся Лубянская площадь была вот как вот площадь Инквизиции. На московских улицах все время проходили митинги. Могло выйти полмиллиона. КРИК И часто люди собирались перед мэрией. То исчез из продажи табак, то таксисты протестуют против подорожания бензина. Блокируют центральную улицу и требуют, чтобы власть вышла и объяснила, как теперь жить. И приходилось выходить туда на площадь. Прятаться-то нельзя. Я призываю решением съезда снять его с работы. Что ответил Юрий Михайлович, народным депутатам? Он ответил так. Руки у вас коротки, меня снять. Мэр избран москвичами. И москвичи вправе это сделать. Но, простите, не съедут. Сидящие в зале могли возмущаться и кричать. Но мало кто из них решился бы взвалить на плечи то, что досталось Лужкову. И это были не только голод и разруха. Каждый чиновник, ломавший привычные схемы, рисковал своей жизнью. В то же время в городе огромный вал преступности. Все преступники съехались сюда. И этническая, и обычная. И там всякие ореховские, и солнцевские. Тяжелейшая была ситуация. Практически гражданская война. В сентябре 1993 года Ельцин издал указ о распуске надоевшего ему парламента, мешающего проводить реформы. И председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов и другие депутаты засели в Белом доме, решив любой ценой добиться импичмента президента. Врагов попытался примирить патриарх Алексей. И организатором переговоров 30 сентября выступил мэр столицы. Вот эти переговоры, которые длились сначала предварительно, а потом решающий в тени всей ночи в Даниловом монастыре, там присутствовал и Юрий Михайлович Лужков. Переговоры прошли хорошо, но вскоре Ельцин и Хасбулатов схлестнулись вновь. Москва, октябрь 1993 года. Я помню Лужкова, который под рубашку не был бронежилет, потому что там реально было действительно опасно. И он абсолютно однозначно поддержал Бориса Николаевича. По распоряжению Лужкова в Белом доме отключили свет и воду. Были стянуты подразделения МВД. Александр Рудской отдал распоряжение о штурме мэрии. Здание СЭФ на Арбате. Вот здесь в левой части строятся формировать отряды. И надо сегодня штурмом взять мэрию и останки. Страшный погром там произошел. Был жестоко избит и впоследствии скончался от этого избиения, вот этих травм, вице-мэр Александр Рыбрагинский, мой большой друг. На улицах Москвы кровь. Что-то там Анпилов ведет своих людей еще где-то. Останкина там попытка захватить мэрия. Егор Гайдар призывает людей выйти на улицу для защиты демократии. Лужков против. Он считает, что это должны делать силовики. Но разве он мог остаться в стороне? И он спас Москву в 93-м году. Это я гарантирую, никто. Кроме Лужкова, тогда бы Москву не удержал. Москва, 12 декабря 2019 года. Отпевал Лужкова глава Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл. Мы сегодня стоим перед гробом выдающегося человека, человека широкой души, сильного ума, доброго сердца. Это было когда очень высоко духовное тепло. В храме Христа Спасителя прощались с президентом России Борисом Ельцином. И Лужков стоял недалеко от гроба. Здесь молились о душах Мстислава Ростроповича и его жены Галины Вишневской. Народных артисток Советского Союза Людмилы Зыкиной и Елены Образцовой. Горько плакал у гроба отца Никита Михалков. Только добрый человек может быть хорошим детским писателем. В 2016-м здесь отпевали убитого в Турции Андрея Карлова. А в 2018-м огромное количество высоких лиц и простых людей собралось здесь для прощания со Станиславом Говорухиным. Храм Христа Спасителя был взорван в 1931 году. Сталин собирался воздвигнуть здесь помпезный дворец Советов, но помешала война. А в хрущевские времена на этом месте устроили огромный открытый бассейн, в котором можно было плавать даже в лютый мороз. И в 90-е Клушкову на прием записалась женщина. Я сказала, вы знаете, вот у меня Библия, которая лежала в храме, после того, как он был разрушен, мы ее долго хранили там, и под землей там закапывали и прочее. Вот я вам хочу передать, что вам нужно восстановить этот храм. Лужков попытался ей объяснить, что у Москвы сейчас другие проблемы, и денег на это нет. Но вскоре понял – он должен это сделать. Ельцин средства на храм выделить не мог. И Лужков организовал фонд, в который собирали деньги простые горожане. А главное – предприятия и бизнесмены, многие из которых преуспели благодаря поддержке мэра. Он сказал, что, ребята, пришла пора, так сказать, вам показать себя, как ответственные и богобоязненные граждане вы должны предстать. И они действительно очень серьезно пополнили фонд восстановления этого храма. Храм Христа Спасителя был открыт для всеобщего посещения 31 декабря 1999 года. И здесь же через 20 лет отпели возродившего его человека. За 5 лет его построили. Потратили около миллиарда долларов и собрали их. Москва, 12 декабря 2019 года. Проститься с Лужковым пришло очень много благодарных ему пожилых людей. Вся страна завидовала московским старикам, потому что они получали лужковскую надбавку к пенсии и бесплатно пользовались городским транспортом. Он мне очень помог из Северного Чертанова. Нас учителей переселил в Северное Бутово, как раз район Новый, открыт полоса. Лужков начал снос ветхого жилья, бараков и других гнилых развалюх и масштабную войну с невыносимыми для жизни хрущевками. Программа эта выполняется, несмотря на то, что в прессе пишется, что вот, смотрите, наконец-то у них не получается. И он сохранил очередь, один из немногих руководителей, и продолжал бесплатно давать квартиры. Почти вдвое была увеличена площадь МГУ, построены новые корпуса, открыта научная библиотека. Эта территория, она начала захватываться криминальными группировками. И то, что сделано, я называю чудом. Это миллион квадратных метров. Были, есть и будем всегда с московским университетом! Ура! В 90-е его страшно возмутил сценарий приватизации. Лужков не хотел расставаться с московской собственностью, получая в казну ничтожные суммы. Я был единственным из вот таких там региональных, государственных руководителей, которые постоянно и в течение целого ряда лет боролись против этих принципов приватизации. Завод ЗИЛ был выкуплен за 5 миллионов долларов, хотя реально стоил в десятки раз дороже. Один станок стоил около 10 миллионов. То есть за полстанка приватизировали завод. Юрий Михайлович сумел договориться с владельцами о том, что город выкупит, не отберет, нет, выкупит у них завод за те, так сказать, деньги, которые они затратили. Лужков всегда поддерживал Ельцина. В 96-м входил в его предвыборный штаб и в большую политику лезть не собирался. Но к концу 90-х в Борисе Николаевиче Лужков разочаровался. Он видел немало ошибок и, главное, считал невозможным быть у руля страны с таким состоянием здоровья. Он вообще не был в теме, ни в чем. Он не был самостоятельным в последние годы. Накануне выборов в Госдуму в 99-м году Юрий Лужков объединился с Евгением Примаковым. Его потрясло, как нечестно поступил со своим премьер-министром Ельцин. Березовский убедил Ельцина, что Примаков хочет сбросить его с трона и стать президентом. Что он плетет хитрую интригу и поддерживает импичмент, который затеяли в Думе коммунисты. Я принял непростое решение. Отправил правительство в отставку. После его отставки, это известный факт, почти 90% граждан страны России, они выразили недоумение. К этим гражданам относился и мэр Москвы Юрий Лужков. Вместе с Примаковым они основали политический блок «Отечество. Вся Россия». Мы устали от раскачивания политического маятника. То он в левый экстремизм, то он качается в правый радикализм. Отечество быстро стало популярным, и Березовский выставил против ненавистного ему тандема тяжелую артиллерию. На подконтрольном ему телеканале ОРТ Примакова и Лужкова начинает мочить Сергей Доренко. На месте Лужкова, между прочим, запретил бы Примакову не только пританцовывать, но и хлопать в ладоши. Потому что вы помните, такие опыты очень печальные были, когда у нас после пританцовывания люди отправлялись на шунтирование. И на самом деле человек, у которого одного сустава нет совсем, а другой сустав разрушается, это очень опасно. Доренко называл Примакова дряхлым старцем, который не может быть у руля страны. А московского мэра обвинял в коррупции и в организации заказного убийства бизнесмена из США Пола Тейтума, совладельца гостиницы Рэдисон. Якобы на этот лакомый актив претендовали городские структуры. На этой неделе московский мэр стремительно терял честь и достоинство. Примаков предложил Доренко соревнования в бассейне, но телекиллер от него отказался. Присказка Доренко, казалось бы, при чем тот Лужков, стала, как сейчас принято говорить, популярным мемом. Лужков подал на телеведущего в суд, и он вынес решение в пользу мэра. На выборах в Госдуму новое движение «Единство» опередило блок Лужкова-Примакова. И в апреле 2001 года эти две силы объединились в одну. Так появилась «Единая Россия». А Лужков решил, что все же лучше у него получается роль мэра. Как у вас сложились отношения с Владимиром Владимировичем Путиным? Учитывая, что в 99-м году, это ни для кого не секрет, вы шли как бы не в одной партии. Рассказать вам один секрет. Ну, если вы хотите сделать его достоянием всех наших зрителей, то с удовольствием. Первым, кто меня поздравил с победой на выборах мэра в 99-м году, был Путин. Это, хотите или не хотите, это очень для меня значимый был индикатор. Москва, 12 декабря 2019 года. Люди прикладывают к гробу руки и что-то шепчут. Кто-то слова благодарности, другие молитвы. Возле гроба дети Лужкова и вдова Елена Николаевна Батурина. Узнать в тот день ее было трудно. Во-первых, она похудела. Она в половину веса осталась от нее. Вся черная была просто. У меня все дрогнуло внутри. Я видел, как она страдает. Это был третий брак Лужкова, который сделал его счастливым человеком. Они очень любили друг друга. Это были и партнеры, и любящие сердца, и похожие люди с Еленой Николаевной Батуриной. А первый раз Лужков женился совсем молодым человеком. Быстро развелся. И про брак этот ничего не известно. А это могила его второй жены, которая умерла, когда ей было всего 54 года. Ее девичья фамилия Башилова. В нашей же группе училась Марина Башилова. В течение всей учебы, так сказать, они, так сказать, общались, в общем, вместе на целину ездили. Поженились они в 58-м году и прожили вместе 30 лет. Марина родила Лужкову двоих сыновей, была верной подругой жизни. Ну, онкология была, причем она просто сгорела. Лужков в то время уже был большим человеком. Но ни связи, ни деньги, ни молитвы Марину не спасли. Она скончалась от рака печени. И это был страшный удар для Лужкова. После смерти жены три года жил один. Я больше, конечно, семейный человек. Хотя после кончины Марины начал привыкать к другой жизни. И вроде претерпелся к этой роли. Вдовца. Москва, 12 декабря 2019 года. Гроб покрыт российским триколором. Рядом знаменитые артисты и спортсмены, самые значимые представители власти. И возле дорогих роз и венков скромные гвоздики от простых горожан. Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в клинике Мюнхенского университета Гроссхадерн. Это просто мы остолбенели, когда услышали об этой крайне грустной новости. Москва, 27 сентября 2016 года. 24 сентября Лужкову исполнилось 80 лет. Широких празднеств он не хотел. Но жена уговорила его организовать в честь этой даты субботник. И он приехал в Коломенское сажать деревья. Вы знаете, это не я решил, это была секретная тайна от моей жены идея. Она получила одобрение Владимира Владимировича. И когда вернулась от встречи с Владимиром Владимировичем, она мне высказала эту идею. Я был, конечно, в полном отпаде, в полном шоке. Вот, я говорю, ты встречаешься тайком от меня с президентом, а еще с кем? Коломенское было знаковым местом для бывшего московского мэра. Он воссоздал здесь русское чудо света, деревянный дворец царя Алексея Михайловича. Проводил первые в Москве ярмарки меда. В 2016-м решено было возродить такие же фруктовые сады, что были здесь при Иване Грозном. И деревья Лужков сажал с азартом. Я не чувствую себя на эти годы, на эти 80 лет ужасных. Так? Вот. Я работаю, я вкалываю, я комбайнер. Комбайны он обожал, как маленький мальчик новой машинки. И прекрасно разбирался в тонкостях сбора урожая, что вечером, к примеру, это делать неправильно. Кашляет, кашляет начинает комбайн. Это как? Да, а-а-а, вот так. В Коломенском Лужков активно работал 4 часа и много общался с москвичами. По деревне я иду, по Санкт-Петербурге восторю, кому сильно кого мой, безброслый помог. Ни одной морщинки на лице, понимаете? Ну, крепкий, сбитый. Смерть Лужкова в Мюнхене стала потрясением для всех. Этого никто не ждал. Я знаю людей, с которыми он общался накануне отъезда на заградицу. Он был абсолютно здоров и играл в талице. Лужков не был кабинетным чиновником. И каждую субботу с утра начинал мероприятие, которое называлось «Объезд города». Его ждали на стройплощадках, во дворах, на важных для Москвы объектах. Его мог остановить любой человек во время объезда, подойти, занять. Он не допускал, чтобы охрана кого-то отгоняла. Лужков был редким примером человека из власти, который не боялся казаться смешным. Если ему очень нравился праздник, то пускался в пляс или хватался за микрофон, чтобы исполнить песню. Такая моя стоица, золотая моя господь. Это был народный мэр. И за глаза его звали Кепка. Свою страсть к этому головному убору он объяснял так. Кепка защищает некоторые обнаженные части моего тела. Многие говорили, а правда, что у Лужкова в кепке керамический корпус такой. И там датчики, которые связывают его с информационным центром мэрии. Ну, меня несколько раз спрашивали об этом. Я говорю, да нет, не правда, потому что на правительстве он же без кепки сидит. Точно так же грамотно ведет дело. В 92-м году Лужков начал масштабную реконструкцию МКАД. Каждый день в ДТП здесь погибали несколько человек. Это была настоящая дорога смерти. Я с вами ехал по этой дороге. Она была двухполосная. У меня был какой-то москвич. Пошел дождь. У меня, значит, вот этих кочек у меня вылетел дворник. Я не знаю, как я доехал. И какой потом стала эта дорога? По 8 полос в каждую сторону. Ну, считаем вместе. Раз, два, три. Москва задыхалась в пробках. И в 98-м Лужков начал строительство третьего транспортного кольца, за что получил в народе новое прозвище – «Властелин колец». Иногда проекты мэра вызывали бурный протест и критику. Лужкова проклинали за Петра. Ругали за строительство Москва-Сити. Теперь Москва-Сити – один из элементов города. И все понимают, что это Москва. Критиковали за храм Христа Спасителя. Критиковали за многие вещи. Но, с другой стороны, в России есть такая пословица, что кто ничего не делает, того не критикуют. Если ты что-то делаешь, тебя все равно будут критиковать. Он обожал устраивать праздники. И искренне веселился на них вместе со всеми. Привет, дорогие москвичи! Я хочу сказать, что здесь мы с вами встречаем праздник! Особой страстью мэра было пчеловодство. Он даже придумал особенный улей, на который получил патент. И он сам бортничал. Он сам с этими семьями, он сам на пасеке, вот в этой шапке, с этой сеткой защитной, с голыми руками. И пчелы, его семьи пчел, они знали. Москва, 23 октября 2002 года. Это был один из самых страшных дней в истории России. Вооруженные боевики захватили концертный зал в театральном центре на Дубровке и взяли в заложники 916 человек. Лужков приехал туда одним из первых и оказался на мушке у террористов. Я подбежал к этой машине, сказал, Юрий Михайлович, назад, назад. Он посмотрел на мои узкие глаза, сказал, как сейчас дам по караоке. Как действовать в подобной ситуации? Что говорить родным и близким заложников? Что делать? Договариваться с террористами или идти на штурм? Главная задача заключается в том, чтобы найти возможность освобождения всех, кого они взяли в заложники. Три ночи мы там вместе ночевали. Вернее, не ночевали, а не спали. Три ночи. Вместе с Иосифом Кобзоном и Леонидом Рошалем мэр предложил обменять себя на заложников. Ведь в зале были сотни детей, а у него тоже росли две дочки. Я знаю, что с появлением девочек, когда родились, он для себя, у него было 8 часов, он должен быть дома мыть детей, насколько я это помню. Он очень любил своих дочек. Жесткий на работе, дома Лужков становился совершенно другим человеком. Семья относилась прелепетно. Он семью обожал. Просто обожал. Москва, 12 декабря 2019 года. На отпевание Лужкова в Храм Христа Спасителя приехал президент Владимир Путин, который с большим уважением относился к Лужкову. В 2016-м он вручил бывшему мэру орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Лужков стал его полным кавалером. Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба. Очень много сделал для развития столицы России. Самое сложное для страны время. На прощании Путин подошел к Елене Батуриной и детям Лужкова и долго говорил со вдовой. За три года до смерти Лужкова серебряную свадьбу они отметили венчанием. Ну, потому что люди так долго прожили вместе. Ходят в жизнь вечную. Они познакомились в конце 80-х, когда Лужков возглавил комиссию по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности. А Елена Батурина занимала в ней пост секретаря. Лужков был на четверть века старше. Выглядел жестким и прагматичным. Его все боялись. Но Елена была не из пугливых и говорила с ним на равных. И произвела на него неизгладимое впечатление. Вот Лужков и Батурина в первые годы семейной жизни мелькают среди знаменитостей 90-х в фильме «Гений». Я видел, как человек способен любить. Елене крепко повезло. Знаете, как я всегда говорю, завидовать надо молоте. Елена сразу нашла общий язык с сыновьями Лужкова от первого брака. Навела в его доме уют и стала активно помогать супругу в работе. И когда он стал мэром и важным государственным деятелем, все знали, он спрашивает мнение Лены по всем вопросам. Он был потрясающим мужем, очень преданным, с громадным уважением и чувствами, такими тонкими. Так он говорил про Лену. Было очень, знаете, вот даже мурашки, помню, проходили, думаю, такой на вид суровый человек, жесткий на вид, но иначе он не смог бы руководить городом. И так нежно говорит про свою жену. Елена Батурина родила Лужкову двух дочерей, и он обожал своих дочек. Это была богатая семья. Но девочки выросли скромными и знающими, что такое труд. Они, несмотря на такое количество возможностей, которые к ним по жизни пришло, они не испортились. Елена Батурина стала хозяйкой огромной бизнес-империи. Строила жилье, была женщиной с невероятной хваткой. Лужков ей очень гордился. Хотя на Лену часто наезжали за ее бизнес. Он, кстати, это не скрывал. У нас сейчас очень многие начальники великие, вообще бедные люди. Ни машины, ничего, ни подворья нет. Все ужон записано, однако. У Михайловича все было открыто. Что есть, то есть. Смотрите, ругайте, принимайте, как хотите. Так было, так есть. У супругов было общее увлечение. Экстремальные авторалли на ретро-автомобилях. Ну, я могу сказать, что для супружеской пары это большое испытание. Потому что в машине всегда ты не туда повернул, ты не так быстро едешь. И, в общем, все, как говорится, складывается очень и очень напряженно. Последний, 83-й день рождения, Лужков тоже встретил за рулем. И ему было трудно дозвониться. Не мог брать трубку, потому что это были реальные горные дороги, где нет ни ограждений, ни хайвей. Вот он рассказал, говорит, Борис, собираюсь в Антарктиду, готовлюсь. И перед экстремальной поездкой он решил пройти так называемый чек-ап, то есть полное обследование организма в клинике Мюнхенского университета Гроссхадерн. Я помню, что Лена ему книги собирала там, Юр, вот ты там три дня полежишь там, почитать тебе, возьми с собой, что там делай, и будешь. Москва, 12 декабря 2019 года. Проститься с московским мэром пришли не только москвичи. В скорбной очереди к гробу стояли и жители Крыма. Конечно, мы потеряли дорогого и близкого нам человека. Лужкова часто пытались одернуть. Зачем лезть в международную политику? Это вопросы федеральной власти. Но он регулярно, публично выступал в Севастополе, называя город российским, за что его дважды на Украине объявляли персоной нон-грата. Как вы считаете, правильно нам молчать? Черноморский флот в то время был в плачевном состоянии. От былой мощи в 90-е ничего не осталось. Если бы не Лужков, наверное, сегодня Черноморского флота бы уже, наверное, не было. Понимаете? Были восстановлены все корабли. Были моменты, когда просто деньги отвозили, чтобы выдать морякам зарплату. В Севастополе были построены три стоквартирных дома, детский сад, больница для ветеранов. Все ждали приезда Лужкова и очень его уважали. Чтобы военные моряки, которые сейчас фактически оказались отторванными от своей родины, чувствовали, что у них есть Москва и Россия, которая будет всегда помогать, пестовать свой Черноморский флот. Свой пост он покинул 28 сентября 2010 года. Об этом объявил президент России Дмитрий Медведев. Отношения у мэра Москвы с президентом не сложились. Между тем мэр является подчиненным президенту, а не наоборот. И поэтому нужно было своевременно предпринять необходимые шаги для нормализации этой ситуации. Но дело не только в личном конфликте двух представителей власти, а в том, что городу нужны были уже другие технологии жизни и руководства. Лужков и его стиль работы уже стали эпохой. Нужны были перемены и резкий рывок вперед. И он это понял. Никому он давал обвида и никогда он не жаловался. Ни разу. Елена Николаевна уехала с дочерями за границу. А Лужков начал обустраивать известные еще с 17 века имения под Калининградом. Выращивал грибы, выпускал сыры, разводил лошадей и овец. Несколько раз приезжал в Москву и живо интересовался всеми грандиозными переменами в столице. Меня поражало, конечно, Юрий Михайлович всегда был как бы в туносе в таком. И у него был какой-то драйв такой. Он заряжен делом. Он рассказывал про сельское хозяйство, про то предприятие, которым он занимался. Я не могу без дела, я не могу без работы. Это уже всевышний, как говорится, распорядился. Мюнхен, 10 декабря 2019 года. Юрий Лужков скончался после несложной операции. У него случилось кровотечение из коронарных артерий и так называемая тампонада сердца. Елене Николаевне сказали, что такие осложнения случаются очень редко, но если это происходит, спасти пациента невозможно. А мы говорим, вот они, зарубежные врачи настолько все идеальны. Оказывается, не всегда. На прощание с ним было много людей, которым он помог в страшные моменты жизни. Случай такой был для меня очень тяжелый в семейном плане. И так как он откликнулся на мое горе, часто не откликаются, не способны откликнуться даже и принять участие сердечное. родственники. Художник Александр Шилов еще не знал мэра лично, но добился встречи. У него от саркомы погибала дочь. Машенька была для отца моделью с самого детства. Когда девочке было пять лет, на нее случайно упало старинное зеркало. Травму плеча врачи посчитали несерьезной, но в юности в кости девушки начался необратимый процесс. Я обратился, я ему рассказал, что у меня происходит, и попросил его помощь. Он мгновенно открикнулся, я это никогда не забуду. Мгновенно связал меня с нужными врачами на тот момент. Спасти Машу не удалось, но доктора сумели облегчить ее уход. В день прощания с Лужковым на глазах у Шилова были слезы. И я это буду помнить до последнего вздоха. после отпевания солдаты почетного караула вынесли гроб из храма. И траурная процессия отправилась на Новодевичье кладбище. Здесь же похоронен и Борис Ельцин, Евгений Примаков, которого Лужков поддержал в конце 90-х. Прозвучал орудийный залп. Много раз буду за него молиться, помнить. И для меня этот человек такой авторитет, с которого можно брать пример и вести себя так же и жить так же достойно, как жил Юрий Михайлович Лужков. У меня к Юрию Михайловичу остаются одни слова. Юрий Михайлович, честь имею.